МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Алексей Вербицкий. Сейчас о главных событиях этого дня. Печное отопление. В прошлом жителям нескольких улиц Белимбая и Новоуткинска проведут газ. В какие еще поселки поступит голубое топливо? Одним праздник, другим бессонница. Можно ли найти управу на шумных соседей? И что им грозит? Петь, как Билан и Пугачева, удивлять, как артисты цирка Дю Салей. Первурайцы привезли награды и впечатления о самом глубоком озере на планете. Жители еще нескольких улиц в поселках Белимбая и Новоуткинск в этом году забудут о печном отоплении. Об этом сообщили на заседании городской думы. В какие еще деревни Первурайска придет голубое топливо, расскажем далее. Сутрик сам муженек встает за дровишками. Дрова это последние. Две машины дров на зиму обходятся Светлане Бураковой в 20 тысяч рублей. Заказывает колотые, потому что рубить не позволяет здоровье, рассказывает пенсионерка. Даже несмотря на раннюю весну, топить печку приходится трижды в день. Газ в доме только в баллоне для приготовления еды. Вот у нас как бы две комнаты, вот здесь у нас тепло. В основном внук-то там у нас в той комнате. И вот стараемся топить, поддерживать температуру в доме, чтобы было тепло. Сейчас Светлана ждет, когда на ее улице проведут газопровод. Обещают уже этим летом. Газификацию поселков обсуждают на заседании Первоуральской думы. Заместитель главы по финансовой и экономической политике сообщила депутатам о поступлении дополнительных средств из областного бюджета. 40 миллионов рублей. Это деньги, которые необходимы для завершения муниципального контракта по строительству газопроводов в поселке Белимбай и новая утка второй этап. Прошлым летом в Белимбай газу подключили треть домов. Чтобы завершить второй этап газификации, проложат еще 14 километров труб. В планах властей города газифицировать отдаленные территории Первоуральского городского округа. Кузино, Нижнее село, Прогресс. На сегодняшний день мы спланировали 15 миллионов рублей для прокладки нового трубопровода от поселки Вересовка до Нижнего села. Это будет высокого давления трубопровод для того, чтобы обеспечить уже непосредственно в каждом населенном пункте газом. Президент Владимир Путин поручил ускорить процесс газификации регионов страны. В Свердловской области по программе губернатора «Пятилетка развития» на эти цели выделили около 350 миллионов рублей. Первоуральский, по словам главы города Игоря Копца, в этом году планирует утвердить проекты газопроводов для деревень Коновалово и Старые Рейшоты и поселка Талица. Николай Свердлов, Светлана Вахмяйна и Денис Хромцов. Новости Первоуральск. Найти управу на любителя клубной музыки просят соседи. Молодой человек часто прокручивает треки, когда через стенку уже готовятся ко сну. Бессонницей стали страдать и те первоуральцы, чьи окна выходят на дорогу. С начала года на шумных отдыхающих пожаловались почти 100 человек. О том, что бывает с теми, кто любит погромче, расскажет Дмитрий Коньков. В 2018 году, 24 апреля, он загулял, до такой поры загулял, что утром уже 6 или 7 на работу пошли, они все еще гуляют. Дату каждой бессонной ночи Лидия Корноухова записывает. Из-за громкой музыки соседа у пенсионерки поднимается давление, спасается таблетками. Разговоры с молодым человеком по ночам результата не дают. И он, вы думаете, что он выходит оттуда не один, а двое, трое выходят их в 3 часа, 4 ночи и говорит, что ты орешь. Остальные соседи с ней солидарны. Разговаривают, кричат, вообще вот эти вот разговоры импульсивные. Музыка точно так же здесь хорошо слышна. То есть вот это основная комната, где вот прям вот долбит по ушам, вообще очень сильно. Стены точно так же, вот не буду врать, стены даже трясутся. Обе женщины очередной бессонной ночи ждать не стали. И отправились в администрацию на заседание комиссии, которая рассматривает подобные дела. И наказывает меломанов рублем. Тысяча дается в том случае, если человек в течение года уже административно привлекался, решение вступило в законную силу необжалованного в суде, и тогда мы вот от минимума от 500 можем назначить наказание тысячу. Только за три месяца в административную комиссию поступило более ста обращений от первоуральцев, которые из-за шумных соседей тоже вынуждены не спать по ночам. Среди них и те, кто живет в центре города. Жильцы жалуются на то, что под окнами почти каждые выходные собираются любители автогонок. Хуже всего, говорят, гонщики, еще и меломаны. Малышки, папки, я сегодня на поле, я тут ее потерялись. Елена Костина въехала в эту квартиру всего две недели назад. Но радость от новоселья быстро прошла. От ночного шума на улице не спасают даже стеклопакеты с усиленной шумоизоляцией. Стоянка автомобилистов-меломанов прямо под окнами детской. Мы здесь живем вторую неделю. Вот за все это время где-то раза три было случаев, что музыка громко играла. И они почему-то подъезжают, в основном вот сюда, вот три машины стоят в ряд. Именно это место у них почему-то, дислокации, послушать музыку. Сюжет о ночных гонках в центре Первоуральска вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Его посмотрели почти три тысячи человек. Комментарии пользователей не только сочувствующие. Жалко жителей, особенно тех, у кого малышки, да и пожилым отдых нужен. Живу в этом же доме, ничего не мешает. Если есть какие-то вопросы, то пусть власти выделяют какие-то площадки для этого. Мне в автошколе во время обучения сказали, хочешь баловаться, приезжай на площадку автошколы. В пресс-службе городской ГИБДД уверяют, на площади установили скрытое наблюдение. И гонщики-меломаны рискуют нарваться на серьезные штрафы. Что касается тех, кто громко слушает музыку по ночам, то в административной комиссии напоминают, беспокоить соседей удовольствие дорогое. Дмитрий Коньков, Руслан Гаскаров, Александр Захаров. Новости Первоуральск. В социальных сетях, в наших официальных группах мы поинтересовались у Первоуральцев, как они реагируют на шумных соседей. Пост просмотрела несколько тысяч горожан. Давайте посмотрим, что они пишут. Так, в нашей группе ВКонтакте Марина Снежина рассказывает, что ложится спать в наушниках, когда соседи, болельщики смотрят по телевизору матчу, не стесняясь в выражениях. Здесь же Денис Карпов предлагает не выяснять отношения, а установить шумоизоляцию. А Игорь Шейн предлагает ехать жить в лес. Ну что ж, тоже позиция. Елена Велькина рассказала, что новости ей сообщает глухая старушка-соседка. Елена, сочувствуем вам. А в одноклассниках пользователи скромничают. Возможно, им попались спокойные соседи. Закон о фейковых новостях и оскорблении власти вступили в силу уже сегодня. Один вводит штраф за публикацию ложных новостей, другой предусматривает наказание за неуважительные отзывы в адрес властей и оскорбление государственных символов. Теперь за подобные посты или комментарии в интернете грозит крупный штраф или даже арест. Мы попросили юриста Алексея Селиванова объяснить некоторые моменты. Алексей, могут ли привлечь к ответственности за сообщения, которые были опубликованы ранее, например, год назад, пояснить? С точки зрения закона, не имеет значения, когда вы разместили в интернете информацию, которая порочит власти. Если это произошло некоторое время тому назад, тем не менее, сейчас эта информация существует, и она актуальна, и она размещена от вашего имени. И если правоохранительные органы установят, что существует пост, в котором вы оскорбляете власть и нарушаете закон, это может послужить основанием для привлечения вас к ответственности. Поэтому всю ту информацию, которая была размещена, доступ ли не в силу закона, надо проконтролировать, посмотреть, и лишнее лучше удалить. Если человек давно написал свой комментарий, вообще забыл о нем и не имеет к нему доступ, что тогда? Существует вероятность того, что человек разместил информацию, допустим, под каким-то ником в соцсетях, а сейчас утратил пароль к этим соцсетям. Здесь, конечно, может получиться ситуация, что он уже не сможет восстановить доступ к своему аккаунту, и ему придется, и он не сможет просто удалить эту информацию. Но он хотя бы должен предпринять попытки для того, чтобы восстановить доступ. Спасибо. Это был комментарий юриста Алексея Селиванова. Спасибо. В России начинается весенний призыв. Соответствующий указ президент Владимир Путин подпишет 1 апреля. Сегодня в администрации Первоуральска обсудили подготовку к призывной кампании и озвучили, сколько первоуральцев отправится служить в армию. Министерство обороны Российской Федерации установило норму призыва для городского круга Пиральск в количестве 167 человек. Это юноши в возрасте от 18 до 27 лет. Большая часть из них отправится в вооруженные силы. 16 человек поедут в национальную гвардию. Еще два их первоуральцев отправят в части в МЧС России. На совещании военком Сергей Дарманов напомнил, отсрочку от армии получат выпускники школ, которым исполнилось 18 лет, но они планируют поступать в ВУЗы. Первые отправки начнутся уже в апреле. Остальных призовут на службу в июле, когда выпускники университетов получат дипломы. Главе города Игорю Копцу также сообщили, что норму отправки Первоуральск планирует перевыполнить за счет соглашения группы ЧТПЗ с Центральным военным округом. Металлургическая компания с 2012 года отправляет выпускников программы «Будущее белой металлургии» в подшефные части. 167 – это норма. У нас в соответствии с соглашением 35 человек будут призваны и отправлены по соглашению в горный щит. 30 человек в горный щит, 5 человек в Самару. Пока на сегодняшний день эта норма, вот эти 35, она в норму не входит. Лидеры по сбору крови. Областная станция переливания признана лучшей в стране. В этом году в нашем регионе собрали более 70 тонн крови, 10 из них – в Первоуральске. Всего обращений в 2018 году было 9270 человек. Доноров пришли, обратились. Сдали кровь 8083. Кровь, тромбоциты, плазму – это все вместе. За 2018 год в городской станции переливания заготовили почти 9 тонн крови и более трех плазмы. Каждый день Первоуральские специалисты станции принимают порядка 40 доноров. В прошлом году Свердловская служба крови смогла самостоятельно обеспечить всю область лекарствами, созданными на основе плазмы. Среди них альбумин, необходимый при ожогах и циррозе печени. Интересно, что в Свердловской области проживает более 4 миллионов человек, из них 30 тысяч – доноры. В этом году наш регион стал лидером по количеству заготавливаемой крови. За 2018 год ее количество увеличилось примерно на 10 тонн по сравнению с прошлыми годами. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, ремонт школьных спортзалов и зарплата тренеров. Эти вопросы обсудили представители Общественного совета Свердловской области. Заседание посвятили развитию детского спорта. Об итогах совещания сообщил руководитель города чемпионов Дмитрий Андреевский на своей странице в Фейсбуке. Он рассказал, что после недавнего выступления президента Владимира Путина у Свердловской области появилась возможность попасть в федеральную программу по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов. Этот вопрос обсудили на заседании Общественного совета. Также затронули тему оплаты труда тренеров-общественников, которые сейчас работают бесплатно. Речь также шла о ремонтах спортзалов в сельских школах. В Перворайске такой ремонт уже спланировали в школе-поселке Кузино. В список попала школа номер 36, которая находится в Кузино. Там необходимо выполнить ремонт спортзала и закупить новое оборудование, так как зал находится в плачевном состоянии. Я думаю, для детей это будет хороший подарок. А наша функция как общественника заключается в контроле. Мы имеем право выезжать на места и проводить общественный контроль. Петь как Пугачева и Билан удивлять как артисты цирка Дю Салей. Молодые таланты заявили о себе на всероссийском конкурсе «Металинка». Вокалисты и циркачи с Перворайска привезли не только награды творческого фестиваля, но и незабываемые впечатления о самом глубоком озере на планете. Вот такую нерпочку нам подарили на конкурсе. Это теперь моя самая любимая игрушка. Байкальскую нерпу Маша Брагина привезла с берегов крупнейшего озера Земли. В Иркутской области проходил конкурс детского творчества «Металинка-2019». Больше 20 лет фестиваль собирает детей горняков и металлургов России. Они поют, танцуют и показывают акробатические номера. Из 15 городов были участники. Участники очень высокого уровня. Нам очень понравилось вообще выступление всех ребят. Есть к чему стремиться. Я считаю, что Маша очень хорошо выступила по максимуму. Впечатления, мне кажется, на всю жизнь. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет. Она поет с трех лет, предпочитает эстраду. Но когда замахнулись на песню Аллы Пугачевой, поняли, нужно работать над образом. Брали уроки актерского мастерства и подбирали прическу, как у Примадонны. Садись на поперечку и попробуй одну руку хотя бы отпустить. Полет в воздухе, за которым годы труда. В этой цирковой студии есть одно золотое правило – каждый трюк отрабатывать по сто раз за тренировку. На «Металинке» гимнастические и акробатические этюды первоуралочек покорили жюри. Девочки стали лауреатами второй степени. Я люблю цирк за красоту, за элементы, за номера. Это очень интересно. Я пытаюсь своей улыбкой, своей эгоистичностью передать это все. Поехать на всероссийский конкурс участникам из Первоуральска помог профсоюзного трубного завода. Каждый год белые металлурги выступают спонсором для творческих коллективов города. Вся поездка была оплачена профсоюзом завода по НТЗ, поэтому для нас это было большим плюсом, потому что на любой цирковой фестиваль ехать – это очень сложно. Мы не думали ни о чем, мы думали только о творчестве, мы думали только о том, как выступить. Мы были вообще горды, что с этой сцены звучало слово «первоуральска». Это было круто. Большое путешествие к берегам Байкала завершилось, но сама металлинка продолжится. В следующем году талантливых детей будет принимать Нижегородская область. Теисия Пономарева и Евгений Шилов. Новости Первоуральск. Наш телеканал продолжает вручать гонорары за новости. Авторы, чьи сообщения лягут в основу сюжетов, получат 500 рублей. На этой неделе победителем стал Евгений Портнов. Он прислал в нашу редакцию видео горячего автомобиля. В общем, видим такую картину, что 14-я стоит и дымится. Ну, соответственно, остановились. Нужно же какие-то меры предпринимать. Огнетушителя не было. И позвонили в пожарную безопасность. Мы сделали так, чтобы народ не шел через машину, что в случае чего может быть что-то неизвестное. Взрыв или еще что-то. Видео, которое снял Евгений, он планировал передать хозяину автомобиля, чтобы легче было установить причину возгорания. Сначала огонь попытались сбить жители соседнего дома, но полностью потушили пламя прибывшие пожарные. Причиной возгорания они назвали замыкание электропроводки. За свою новость Первоуральск получил денежное вознаграждение. Напоминаю, мы продолжаем награждать авторов лучших новостей. Если вы стали свидетелем чего-то интересного или важного, сообщайте нам по телефону 64-92-92 или присылайте видео по WhatsApp. Номер на экране. Редакция также прочитывает все ваши сообщения на наших страницах ВКонтакте и Одноклассниках. На этом наш выпуск завершен. С вами был Алексей Вербицкий. Всего доброго и до встречи.